Прошлая неделя была довольно насыщенной для валютных рынков. С нами на линии сегодня Дэрил Лью из Риэл Бэнк в Сингапуре. Мы поговорим об основных событиях прошедшей недели на азиатских рынках. Дэрил, давайте начнем с Китаем. Рост ВВП Китая находится в отметке 1,7%. Вторая повеличение экономика мира демонстрирует признаки замедления. Если мы проанализируем квартальный рост, что мы увидим? Со второго квартала темпы роста экономики Китая снизились с отметки 1,8% до уровня 1,7% в третьем квартале. Это говорит о небольшом замедлении. Однако в годовом выражении китайская экономика продолжает расти со скоростью 6,7-6,8%. Это соответствует целевому показателю китайского правительства. Я полагаю, что в следующем году темпы роста китайской экономики продолжат замедляться, особенно после 19-го партийного съезда. Буквально недавно президент Китая Си Цзиньпэнь отметил, что рост ВВП не является главной целью китайского правительства. Он добавил, что политики будут рассматривать другие вопросы, такие как охрана окружающей среды, качество жизни, культурное развитие и так далее. Именно поэтому мы полагаем, что темпы роста ВВП Китая в следующем году постепенно будут снижаться. Сокусируем наше внимание на Японии. Банк Японии сохранил монетарную политику без изменений. Это положительно сказалось на прогнозе инфляции, что это означает для японской экономики в следующем году. В случае с Японией важно отметить, что в соответствии с нашими ожиданиями, денежная кредитная политика будет оставаться аккомодационной в следующем году. С одной стороны, мы не можем игнорировать тот факт, что Банк Японии сохраняет доходность японских облигаций на уровне 0%. Вероятность ситуации будет оставаться неизменной какое-то время. Особенно учитывая то, что инфляция не была самой главной проблемой для Японии в последнее время. Один из основных моментов, на который необходимо обратить внимание, является тот факт, чтобы мандат головы Центрального банка Японии, господина Короды, заканчивается в апреле следующего года. Именно по этой причине Центральный банк страны вряд ли может прибегнуть к каким-то радикальным изменениям. Также не исключено, что господин Корода будет переизбран на второй срок. Особенно в контексте того, что партия ЛДП после выборов в Японии получила большинство голосов. По моему мнению, Центральный банк Японии будет придерживаться своего статуса КВО с точки зрения монетарной политики. Это, в свою очередь, должно принести пользу экономике и фондовому рынку. По курсу каких азиатских валют мы отметили сильные колебания на прошлой неделе. И были ли эти события для вас удивления? Думаю, нам необходимо проанализировать эффективность азиатских валют в этом году в более широком контексте. В 2016 году многие азиатские валюты переживали этап коррекции на фоне укрепления курса доллара США. Например, малайзийский рингит понес очень большие убытки по отношению к доллару в прошлом году. Однако он стал одной из самых успешных азиатских валют в этом году. После отскока почти на 10%. Корейская вонна выросла примерно на 12-13%, опередив остальные азиатские валюты. Некоторые другие азиатские валюты также показали хорошую прибыль на уровне около 10%. Такая валюта, как сингапурский доллар, является одной из них. Самый большой вопрос заключается в том, удастся ли сохранить эти достижения в следующем году. В принципе, учитывая, что макроэкономические данные и налоговые реформы потенциально могут стимулировать рост экономики США, было бы логично предположить, что некоторые азиатские валюты могут потерять свои сильные позиции в следующем году. Но учитывая, что сегодня мы наблюдаем довольно сильный рост в некоторых азиатских странах, их соответствующие валюты, вероятно, сохранят свои сильные позиции и в следующем году. Мы признательны Дэрил за его комментарии. Вы смотрели итоги от Дока СКПТВ. Оставайтесь с нами. На сегодня все. До скорого.